Работы оперативникам хватает. В Магнитогорске появился мастер оружейник, который делает пулеметы и винтовки в точном соответствии с заводскими чертежами. Свой арсенал он не продает, а предпочитает дарить. Из частной оружейной мастерской. Репортаж Анастасии Ишменевой. Сергей Михайлович Синенков уже не один десяток лет работает на металлургическом комбинате. Но мало кто из его сослуживцев знает, что после работы слесарь-проектировщик отправляется в гараж, где изготавливает огнестрельное оружие. Ну вот, полстрола уже практически готова. Все основную и почти ювелирную работу Сергей Михайлович выполняет на кухонном столе дома. От правоохранительных органов мастер не скрывается. Оружие, которое он делает, не стреляет. Это миниатюрные копии винтовок, пулеметов и автоматов. Жена соседству кастрюль и станков на кухне не противится. У меня всегда вот это поражало, эта способность моего мужа, такое упорство и терпение. Понимаете, сидеть часами, ведь он может это делать и до трех часов ночи. Сергей Михайлович из старинного казачьего рода. О казаке, как известно, военное дело хорошо знали. Оружием увлекся еще в детстве. Сейчас создает русское оружие прошлых столетий. Говорит, современное не привлекает, нет изящества и красоты. Название магнитогорского левши мастер не претендует, за маленьким размером не гонится. Считает, суть не в этом. Я не люблю слишком маленькие. Хочется потрогать руками, пощупать непосредственно, понимаете, чтобы можно было разобрать, дернуть затвор, щелкнуть на курочек нажать. То есть людям это более интересно, такой именно масштаб. Вот поэтому, да левши-то мне как блок таковать еще не ковал, и, наверное, не буду уже делать этого. Диаметр некоторых деталей от одного до трех миллиметров. Для одной трехлинейной винтовки необходимо около ста деталек. Лупа – это единственное оптическое устройство, которое использует оружейник. Да и то редко. Зрение пока не подводит. Процесс создания одной копии занимает месяц. Первой в коллекции появилась трехлинейная винтовка Мосина. Это точная копия винтовки Мосина, образца 1891 года. Таких винтовок коллекции уже пять. Автор хочет воссоздать развитие и модификацию трехлинеек великого русского оружейника. В мае 2005-го коллекцию, которая пока что хранится на холодильнике, автор планирует показать в картинной галерее на выставке «Оружие Победы». Анастасия Шменева, Алексей Гондаренко, Вести, Магнитогорск.